Добрый день! В эфире программа новости юный друг полиции. В студии Трофим Ивангелина и Сергей Михайлов. Смотрите в выпуске. Не отвечай и не впускай. Юные друзья полиции научили жителей города противостоять мошенникам. Посадили деревья, повязали ленточками. Саратов присоединился к акции Лес Победы. От любимого щенка до надежного друга. В рубрике «Шаг в профессию. Знакомство с кинологами». Ангелина, предлагаю в начале нашего выпуска рассказать о движении юный друг полиции. На наши вопросы отвечает заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Саратову Елена Владимировна Кузьмина. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, с какой целью создавалось детское общественное движение? Общественное движение «Юный друг полиции» на территории города Саратова было создано в марте 2018 года. Цель создания – повышение правовой грамотности среди учащихся, а также престижа службы в органах внутренних дел, привлечение учащихся к работе по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Сколько сейчас юных друзей полиции в Саратове? В каких мероприятиях участвуют ребята? Отряды юных друзей полиции созданы на базе образовательных учреждений города. Их ряды постоянно пополняются и на сегодняшний день насчитывает более полутора тысяч участников. Ребята принимают активное участие в проведении районных, городских, а также областных слетов участников движения, где занимают призовые места. Принимаете ли вы в отряда детей сейчас? Какие требования предъявляете? Членом движения «Юный друг полиции» может стать любой учащийся школой. При этом он должен обладать такими качествами, как порядочность и честность. Для того, чтобы стать членом движения «Юный друг полиции», необходимо обратиться к администрации школы либо к инспектору по делам несовершеннолетних. При вступлении в отряд подросток получает право на ношение форменного обмундирования и получение удостоверения. Спасибо за подробные ответы. Продолжим наш выпуск. Акция «Внимание мошенники» прошла в Саратове. В очередной раз горожанам напомнили, как нужно себя вести, если преступник позвонил от имени родственника, попавшего в беду, или появился на пороге дома, представившись сотрудником какой-либо компании. И в том, и в другом случае это обман, цель которого – заполучить ваше сбережение. Светлана Миняйлова расскажет о профилактическом мероприятии. Мы находимся на улице Рахова. Рассказывать о том, как не стать жертвой мошенников, мы будем в отдыхающем сквере. У нас есть вот такие буклеты, в которых находится информация о различных видах мошенничества, а также телефоны, в случае, если в отношении вас совершено противоправное деяние. В профилактической акции приняли участие юные друзья полиции, народные дружинники, представители общественного совета и сотрудники полиции. Наша задача была рассказать о мошенничествах, о том, какие виды этого преступления существуют, и как уберечь себя и своих близких. Мы хотим вам получить буклет и просим вас с ним ознакомиться, для того, чтобы вести себя как можно внимательнее в наши спокойные люди. Стать жертвой мошенников сможет любой человек, но чаще всего это люди преклонного возраста – наши бабушки и дедушки. Среди часто встречающихся случаев – звонки от псевдородственников, якобы попавших в беду и которым срочно нужны деньги. Существуют у нас еще такие виды мошенничества, как контактные и бесконтактные. Бесконтактные – это путем банковских операций всяких мошенники. Контактные – когда, так скажем, преступник, он непосредственно пытается проникнуть в жилище, вводит в заблуждение потенциального потерпевшего. Спросим у прохожих о том, знают ли они, кто такие мошенники, сталкивались ли они с этим сами. А что делать, если вам позвонил мошенник? А я, наверное, скажу извините мнение, когда и положу трубку. Одному из знакомых приходили и предлагали медикаменты и аппараты для лечения, причем дешево, как бы от организации, от поликлиники. А на самом деле это были мошенники. Но надо сообщать сразу на них, потому что это может быть и еще с кем повториться. Подобные профилактические рейды проходят в Саратове на регулярной основе, но однако мошенники находят новые способы, как обмануть людей. Поэтому мы, юные друзья полиции, просим вас, дорогие телезрители, проявлять бдительность и ни в коем случае не попадаться на ловки мошенников. Светлана Минялова, специально для программы «Новость ЮДП». Саратовские отряды движения «Юный друг полиции» приняли участие в экологической акции «Лес Победы». Памятное мероприятие провели в 43-й школе заводского района, где в рамках проекта высадили кусты сирени и саженцы берез. Созданная руками юных друзей полиции аллея станет символом памяти о героях войны, их стойкости и твердости. Каждый из соучастников акции сможет спустя много лет с гордостью сказать, это аллея – наша память. Всероссийский экологический проект стартовал в 2015 году. За все это время по всей стране было высажено более 20 миллионов деревьев. Свой вклад в экологическую акцию внесем и мы, посадив саженцы в 43-й школе заводского района. Приступаем к работе, вооружившись хорошим настроением и необходимым инвентарем. Деревья не только радуют глаз, но также очищают воздух, вырабатывают кислород. Но оказывается, что посадить зеленое насаждение не так уж и просто. Помогают нам в этом ветераны органов внутренних дел и члены городского общественного совета. Ребята, голышек нужен для того, чтобы деревца наша маленькая не упала, которую мы посадили. Мы вставляем голышек, подвязываем его, и он уже никуда не денется. Ветер будет, не ветер, снег, не снег, он будет держаться. В школе высаживаем сирень, а на территории, прилегающей к учебному заведению – березы. В посадочные ямы вначале наливаем воду, а уже затем помещаем саженцы. Надеемся, что уже через несколько лет здесь раскинется настоящая аллея. Акция направлена на преемственность поколений. Участники этого мероприятия будут следить за этими деревьями, ухаживать за ними, поливать их и помнить о ветеранах, о том движении, о том мероприятии, которое сегодня было в стенах этой школы. Главная цель акции «Лес Победы» – увековечить память погибших во времена Великой Отечественной войны и восстановить лесной фонд. Директор школы Тамара Абрамова отметила, что такая совместная работа – это большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. Мы думаем, что еще несколько акций для этой аллеи как раз мы продумаем. Ну, например, повесим плакат, что эта аллея именно посажена вот так с сотрудниками МВД. Полицейский класс будет изучать как раз историю сотрудников МВД, которые участвовали в Великой Отечественной войне. У каждого дерева в ближайшее время появится табличка с именем солдата Великой Отечественной войны. А пока на каждый саженец мы привязали георгиевскую ленточку. Алсу Ярняева, специально для программы «Новости ЮДП». Необычный, но такой надежный напарник. Речь в нашем следующем сюжете пойдет о Саратовском кинологическом центре. Здесь содержится около 30 собак, и у каждой из них есть любимый хозяин, который и накормит, и поощрит за успехи, и научит самому главному быть профессионалом. Данила Муравьев познакомился с кинологами. Четвероногий полицейский Рона на протяжении пяти лет стоит на страже общественного порядка. Будучи щенком, бельгийская овчарка попала на воспитание к сотруднику кинологического центра Ирине Платоновой. А сколько лет вашей собаке? Моей собаке уже шесть лет. Мы уже взрослые. А какая у нее специальность? Мы обучались с ней в ростовской школе служебно-розыскного собаководства. По профилю охрана общественного порядка. Мы ходим, патрулируем по улице. Воспитание и дрессировка собаки – сложный процесс. Есть разные виды тренировок. Это могут быть индивидуальные занятия или в группе. У четвероногих помощников – специальная диета. А еще они приручены брать еду только из рук кинолога. Что обычно едят собаки? Служебных собак мы кормим специальным сухим кормом, премиум классом. Как вы тренируетесь именно? Какие вы задания выполняете? Ну, с собакой мы проходим полосу препятствий обязательно, потом далее по профилю. Мы следовую дорожку проходим, дрессировочный костюм и по профилю. В этом году кинологическому центру исполняется два года. Здесь содержится более 30 собак. Это немецкие овчарки, лаборадоры и ротвеллеры. Тильде всего 10 месяцев. Она еще только готовится к службе. С кинологом Татьяной Котиковой бельгийская овчарка быстро нашла общий язык. Сдружились, а затем принялись за тренировки. Мы с ней сейчас только в процессе игры тренируемся. Она любит играть. Что будет, когда ей исполнится уже год? Мы с ней поедем обучаться в школу, куда нас направят. И сколько собака там будет обучаться? Полгода. Любимая игра Тильды с перчаткой. Это часть тренировки. Собака должна понимать и выполнять команды кинолога. У Тильды пока еще детский озорной характер. Она готова с утра до ночи бегать по территории. Быть кинологом – это непросто. Не каждый сможет найти общий язык с четвероногим бойцом. Чтобы стать кинологом, нужно иметь хорошую физическую подготовку, а самое главное – любить собак. В кинологическом центре проводятся экскурсии для школьников. И для кого-то эти экскурсии станут решающими при выборе профессии. Муравьев Данил специально для программы «Новости ЮДП». На этом наш выпуск завершен. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова